Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии заседания научно-консультативного совета при арбитражном суде Северо-Западного округа. Его участники — судьи и сотрудники Верховного суда, арбитражного суда Северо-Запада, арбитражных апелляционных судов, их коллеги из субъектов и представители научных кругов. Как известно, арбитражные суды занимаются рассмотрением дел, связанных с экономическими спорами, то есть между предпринимателями и юридическими лицами. Также в их компетенции находятся и простые граждане, когда речь идёт о несостоятельности и банкротстве. Важность всей этой работы отметил губернатор Игорь Руденя, открывая заседание научно-консультативного совета. Арбитражный суд Северо-Западного округа по праву заслужил авторитет одного из самых ведущих судов Российской Федерации. Это центр и серьёзная школа высокого качества, выносимых судебных решений и правополюбительной практики. От Пскова до Вологды, от Карелии и Петербурга до Твери – такова география нынешнего научно-консультативного совета при арбитражном суде Северо-Западного округа, который будет работать с 18 по 22 июня в столице Верхней Волжи. Мы ежегодно собираемся в том или ином месте нашего округа. В этом году так получилось, что Тверь. И спасибо этому месту. В работе совета принимают участие около 40 человек. Судьи и сотрудники Верховного суда, арбитражного суда Северо-Западного округа, арбитражных апелляционных судов, председатели и судей из субъектов. Они обсуждают вопросы, которые возникают на практике. В итоге выбирается вариант ответа. Затем материалы направляют в Верховный суд. В результате будет формироваться судебная практика. И мы уже с учетом этой судебной практики рассматриваем дела в арбитражных судах. Но вот сегодня мы надеемся на то, что будут решены некоторые вопросы, которые поставлены с учетом внесения изменений в закон о несостоятельности банкротства. Стоит отметить, что в Верхней Волжи региональное правительство делает все необходимое содействие в создании условий для работы судов. В частности, передан комплекс зданий для размещения арбитражного суда Тверской области. Планируется, что до конца 26-го года будут выполнены работы по их капитальному ремонту. Это позволит обеспечить осуществление правосудия в соответствии с современными стандартами.